Сегодня услышал от уважаемых людей из Европы очередной раз по поводу осуждения Сенцова. Мол, это пародия на правосудие и все такое прочее. Однако же полных материалов дела я так и не увидел в сети от его защитников. Ну да ладно. Я хочу показать другое дело, и его никто не заметил. Оно одно из сотен. Ну, я надеюсь, еще не из тысяч. Хотя, наверное, из тысяч. В общем, террорист задержанный. 29 мая был задержан боевик из Одессы. Вот, боевик, руководивший одним из террористических подразделений ДНР. В Молдове его задержали. Что он с собой захватил, перебираясь через границу? Несколько комплектов военной формы с шевронами, первоотдельные батальоны технической группы Сомали и группа Гиви, шевроны вооруженных сил Российской Федерации, военные топографические карты Донецкой области и Амбросик, с указанием мест дислокации формирования ВСУ, космический снимок полигона с нанесенными ориентинами, два флеш-накопителя с данными отдельных воинских формирований ДНР, для служебного пользования и секретно, 19 плат оперативной памяти к компьютеру, две сим-карты украинского оператора мобильной связи, USB-модем российского оператора сотовой связи, ключ от сейфа и металлическую печать. Вот это вот все он захватил с собой, пересекая границы. Я запомнил это дело тогда еще, оно мне показалось, честно говоря, маразматическим, потому что человек вез с собой через границу столько доказательств на самого себя, но доказательств косвенных. Я хотел услышать реальные доказательства. Я ждал и дождался. И вот уже 8 сентября Одесский суд приговаривает его к 12 годам тюрьмы. Мне очень хотелось услышать доказательства его вины. Но он свою вину признал и согласился на сокращенный порядок рассмотрения дела без изучения доказательств. Тем самым теперь он лишен права обжаловать приговор в части констатации виновности. Неплохо, да? А вот это не пародия на правосудие, нет? Это и есть правосудие? Или там мы замечаем, а здесь мы не замечаем? Ну, я не отрицаю того, что в деле Сенцова могло быть всякое. А в этом деле что было? Доказательств в суде не рассматривали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!